В селе Ясашная Ташла Теренгульского района Ульяновской области прошло захоронение останков красноармейца Ивана Савиновича Шерстянова, который погиб 80 лет назад. И благодаря усилиям уважаемых поисковых отрядов, еще одна судьба солдата стала известна. И он, наконец, обретет покой на своей родной земле. Останки красноармейца Ивана Савиновича Шерстянова были найдены 3 декабря прошлого года военно-патриотическим поисковым отрядом «Витязь» в Ленинградской области под Лугой, где в августе 1941 года шли ожесточенные бои за Ленинград. У нас очень символично, что останки нашего земляка были найдены 3 декабря. С недавнего времени на территории России отмечается праздник, ну и праздник, день воинской славы, день неизвестного солдата. И как раз 3 декабря нашим коллегам повезло, они нашли яму, где среди нескольких солдат был наш земляк. Он был опознан по двум медальонам, что чрезвычайно редкостью является. После запроса Лужского военного комиссариата в Ульяновский комиссариат и помощи местных поисковых отрядов удалось связаться с родственниками погибшего бойца. Первая узнала долгожданную новость внучка погибшего красноармейца Елена Лаптева. Ей и передали вещи погибшего. Ну тут сейчас уже ничего не видно, потому что когда они вынули, она моментально на солнышке вся исчезала, вся надпись. Тут он писал фамилию свою, звание старшина роты. Тут уже были неопровержимые прямые доказательства. На это еще одна была в таком же медальоне, такая же капсула, еще одна бумажечка, но была надпись с питерским адресом, где он жил, видно на квартире у женщины, чтобы она тоже информацию какую-то передала до родственников. У Ивана Шерстянова было восемь детей. В живых остались две дочери. На лето они приезжают в Весашную Ташлу. С одной из них Валентина Ивановна Запхаловой в девичестве Шерстяновой нам удалось поговорить. Валентине Ивановне было 10 лет, когда отец уехал защищать родину. Он работал у нас в Кучурах. Оттуда он нам ничего не сказал, снял с учета и уехал в Ленинград. Там двоюродная сестра. Вот он пришел к ней и сказал, я ухожу на войну. А так он все время у нас жил здесь. В карьере работал. Неделю там, на дня, на два придет к нам. По словам Валентины Ивановны, отец воевал и во время Гражданской войны, и во время Первой мировой. Потом уже в мирное время долгое время оставался при погонах. А потом мы уехали в Ульяновск. В Ульяновске жили. Квартиру получил он. Работал милиционером. Потом его направил в Мелекец. В Мелекеце несколько работал. А потом вот оттуда уехал. Уехали мы. Сюда бросили почему-то квартиру и переехали сюда. Стали жить здесь. И вот в последнее время он работал в карьере. В Исашной Ташле сохранился дом, построенный руками отца Ивана Савиновича. Скорее всего, именно здесь он родился в 1895 году. Отсюда в 1941 году уехал защищать родину. Ивану Савиновичу тогда было уже 46 лет. Когда он пришел в Теренгульский военкомат и попросился на фронт, ему отказали. Не подходил по возрасту. Тогда Иван Савинович сделал для себя выбор как истинного патриота и гражданина своей страны. Он добровольцем вступил в ряды народного ополчения. Предположительно, Иван Савинович воевал 486-м стрелковым полком 177-й стрелковой дивизии. 11 июля 1941 года дивизия приняла первый бой. Действуя совместно с 24-й танковой дивизией, она удерживала в ожесточенных боях веренный рубеж вплоть до конца августа 1941 года. Тем самым замедлило развитие наступления фашистов на Ленинград. После того, как Иван Савинович покинул дом, семья о его дальнейшей судьбе ничего не знала. Как говорит Валентина Ивановна, мать лишь получила телеграмму о том, что пропал без вести. Долгие годы они надеялись услышать об отце хоть какую-то весточку. А вот в этом году, пожалуйста, разыскали. В прошлом, конец прошлого. Очень рады. Спасибо всем, кто этим занимался. Большое спасибо. Церемония захоронения состоялась с соблюдением всех воинских почестей. Сначала у обелиска павших односельчан в Ясашной Ташле, а затем на территории местного кладбища, где теперь отведена мемориальная зона. Ирина Антонова, Александр Кудряшов, Улправда ТВ.